привет всем вы на канале позитивный огород сегодня хочу вам рассказать о том как получить хороший отличный урожай капусты брокколи и не допустить того что наша капуста слишком рано уйдет цвет и не завяжет достаточно крупную головку так ну вот так вот выглядит вся наша капустка сейчас и вот она капуста брокколи такая вот она уже хорошенькая прямо в этом году несмотря вот сейчас у нас стоит прям супер жаркая погода 30 наверно с чем-то градусов вот такая вот она ведь я прям моя рука плотный такой можно сказать здоровенный этот скачанчик конечно многое зависит от семян то есть и семена которые вы приобретаете вот эти ранешние сорта например линда они не такие головки не образуют все таки нужно выбирать какие-то новые сорта или гибриды вот у меня посажено здесь на участке вот венера и гном только вот они поперепутались все потому я уже сейчас не знаю где кто еще такой вот качанчик следующий вот он еще один такой прям шикарный поэтому я не знаю кто здесь кто это гном или венера все это не такие прям обалденные конечно нужно вырастить хорошую рассаду но несмотря даже если у вас на то что рассада будет не очень хорошая то если за ней должным образом ухаживать то есть поливать именно после высадки чтобы она хорошо прижилась я думаю что она у вас отойдет и быстро пойдет в рост и также залу при посадке добавляли больше ничего не добавляли только залу и все он еще один качанчик вот он такой тоже симпатичный здесь мы делали такое небольшое приспособление по крайней мере я его ни у кого не видел на каналах смотрите получается вот так вот листочки мы собираем как бы образуем вот такое что-то вроде купола чтобы у нас солнечный свет вот сюда вот меньше падал тогда у нас это головка не будет вот так слишком быстро идти в цвет то есть солнышко например у нас встает вон там соответственно вот с этой стороны мы с вами стараемся оставить ведь открытым чтобы солнышко попадало а вот когда у нас основной этот поток солнечных лучей идет днем самая жара здесь мы стараемся немножечко так вот прикрыть то есть чтобы здесь у нас было прикрыто от солнышко от самого активного вечером тоже вот она будет опять же открыта и осуществляется как видите хорошая вентиляция поэтому капустки будет хорошо можно конечно же сооружать какие-то такие навесы из белого кровного вот этого материала ну как бы я думаю что даже вот этот совершенно простой не требующий особого какого-то каких-то сверх усилий просто берем листики собираем и прищепочками так вот защипляем все вот создаем такой купол и наша капустка брокколи очень полезны в ней очень много витаминов очень она вкусная что можно будет ее срезать отварить и приготовить различные вкусные и полезные блюда вот здесь вот видите было все прицепками также сцеплена но листья большие крепкие сильные ведь она все уже начинает прям так расползаться все эти наши ухищрения сегодня этот качанчик срежем может какой-то еще такое тоже замечательно я считаю что очень такой урожайный вот эти вот сорта или гибриды я уже не помню венера еще раз повторюсь и гном венера у нас она не образует этих боковых пасынков то есть когда мы срежем вот этот вот эту головку у нас у венера не будет образовываться дополнительный урожай а у гнома у него растут дополнительные такие небольшие как бы пасынки их можно назвать и вырастают такие совсем совсем небольшие головки ну как бы это тоже такой приятный бонус а весь уход конечно вот видите сводится в основном на к поливу к добавлению при посадке в лунку залы и как бы больше особо ничего сверхъестественного мы не производили и также у нас в огород вносился торф поэтому как удобрение можно перегной можно добавить при посадке то есть все такие самые простые советы и так ну вот смотрите вот она наша капустка такой тяжеленький прям качановый раз тяжело держать наверное ну килограмм точно наверное здесь есть не знаю даже неожиданно что такие замечательные кочаны нарастут или головки как их назвать и вот смотрите такое на спинек остается листочки потом кое-какие конечно уберем что здесь просто прорядить и чтобы она вот соседней капусте не мешала и подождем может какой-то пойдут вот эти дополнительные все пасынки и на них сформируется такой вот по приятный урожай еще маленькие головки ну которые можно куда-то смело добавить или даже можно заморозить то есть посмотрим так ну вот срезали три таких замечательных просто шикарных головки или качанщика как назвать ведь они уже начали вот не знаю видно будет ли не видно камера уже начали ответить ты как бы пускаться в цвет то есть вот самое время их срезать ну тут конечно самый большой такой вот тяжеленький этот чуть поменьше тоже хорошенький и вот он третий в общем сейчас я поеду в гости с такими вкусными подарочками но всем тем кому данное видео понравилось было полезным подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч самого самого наилучшего